Оксана, дорогие ТОС-мастеры, второй шанс будет. Именно так звучит название речи, которую мы сегодня услышали от Оксаны. И мы совершенно точно можем сказать, что твой второй шанс был использован абсолютно успешно, и лёд ты разбила. Поздравляю тебя с этим. Цель проекта, как Аллан попросил озвучить, и мы все сегодня их услышали, это узнать, в чём ты сильна, и также понять, в каких областях, возможно, стоит поработать немного больше. И, соответственно, моя цель сегодня, как твоего рецензента, на эти области, как хорошие, так и на будущее, указать. Что бы я хотела отметить отдельно? Я всегда обращаю внимание на структуру выступления, и могу тебе сказать, что в этом плане твоя структура, твоя речи была практически идеальная. Мне очень классный момент, когда ты начинаешь с цитаты, я сама это очень люблю, она очень задаёт тон всему выступлению, и самое классное, когда ты этой цитатой закольцовываешь свою речь, что она приобретает такую очень объёмную, цельную форму. Спасибо тебе за сцену, это было очень здорово. Мне очень понравились ситуации, в которые ты нас погрузила. Первая — не очень удачная, и вторая — более успешная. То есть мы прошли с тобой весь путь от погружения в твою историю, от того, как ты преодолевала свой страх и шла к своей цели. Есть очень классное выражение «мечты сбываются», просто нужно заменить слова «мечта на цель, желание на задачи, стремление на действие». Я думаю, это просто идеально подходит к тебе и к твоей речи, и к твоей ситуации, которую ты сегодня с нами поделилась. Мне также очень понравился твой голос и жесты. Я думаю, знакомый всем нами Радислав мог бы обзавидоваться тому, как эффективно и мощно ты используешь такой инструмент, как жесты. Они у тебя были очень разнообразные, яркие, очень соответствующие сути твоего выступления. Ты постоянно и очень, я бы даже сказала, очень цельно меняла положение, подходя ближе к камере, отдаляясь от неё, уходя в стороны, и это очень соответствовало именно структуре и цели твоего выступления. Поэтому я всем и каждому бы советую пересмотреть твою речь, чтобы поучиться, как использовать жесты максимально эффективно. Просто супер, ты здесь молодец. Что бы я хотела посоветовать тебе немного улучшить и обратить внимание? Первое – это взгляд. Взгляд твой сильно забирали заметки, которыми ты пользовалась. Поэтому, может быть, на будущее, первые один-два раза – это вполне допустимо. Но на будущее было бы здорово, если бы ты репетировала, проговаривая речь четыре, три-четыре, может быть, пять раз, не заучивая её наизусть, а именно проговаривая, подбирая наилучшие слова. И таким образом она будет записываться на катушку твоей памяти, и дальше тебе будет намного легче уже выступать без записок. И ещё пару раз я заметила тяжкие вздохи, как будто ты несёшь очень тяжёлый груз, и тебе трудно. Раза три или четыре это произошло. На фоне прекрасных жестов и голоса это звучало очень диссонантно, поэтому я бы на твоём месте постаралась бы от таких вздохов на будущее избавляться. Итак, поздравляю тебя с прекрасным ледоколом. Замечательная структура, суперцель. Название полностью соответствует содержанию. Отличный голос, великолепные жесты, немного поработать над взглядом и вздохами. И будем ждать следующего проекта. Спасибо тебе огромное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!